но если пойдет валом как я закажу там 20 динамиков там 40 динамиков и все будет нормально нет ни проблема были бы клиенты производстве это самое главное сбыт цена готовой партии цена готова изделия розничная ну вот я по 25 пока даю если клиенты пойдут валом будет не хватать как бы продукт то наверное подрастет 25 тысяч это хорошая цена за такое изделие из аналогов наверное найти если сравнить с профессиональным оборудованием поставить в одну линейку с профессиональным разница в цене примерно тут трудно сказать прямого аналога это акустики на рынке нет выберет на рынке почти нет есть хрена всем там например мы недавно прослушали пмц фирма бетонская тоже уберет на акустику делать стал будет она не повыше на полу и динамик поменьше ну но я спросил у димы там это мой коллега который там делает ащетом акустику бешеного качества за миллион рублей он говорит хуже я не знаю я слуха честно говоря так не не видно я сам не нормально то есть это это единственно что там динамик поменьше поэтому аналитической вооруженности понятно что чем больше динамика тем больше можно звука получить там он меньше но она стоит 200 с лишним тысяч рублей а это 25 тысяч рублей и якобы это лучше поэтому тут трудно сказать что является аналогом в принципе хорошую акустику тоже можно за 30 найти там особенно на вторичном рынке если надо искать уметь ее выбирать на первичном рынке наверно что то тоже есть я не траворовед я инженер по акустике я тут больше на экспертное мнение опираюсь но она говорит о том что тем кому это нравится они очень довольны тем что это сколько стоит и что аналогов нет они не колеблются там это купить или аналог какой-то у них вопросов не стоит как давно ты этим занимаешься ну я с конца двенадцатого года занимаюсь это вот не считая детских опыт когда теорий не знал еще ну или там знал мало вы лопты совсем когда ребенком был там 12 мне было потом всегда было хай-хай-хай-пустик часто даже тут с которым можно было привитирует там разбирать и я там по толстую но и сделать там а потом еще опыта вы хорошего все опытов мы постарше уже 20 не было было аутокарта креатив которые можно драйвером пихать обработку сигнал фильтра всякие я на ней наигрался вдоволь с динамиками и полюбил это на всю оставшуюся жизнь. Это когда каждый динамик имеет свое усиление. Но сюда это применить нельзя, к сожалению, потому что здесь один свой динамик. Но когда в колонке 2 и 3 динамика, то с помощью отдельного усиления каждой полосы можно радикально повысить качество звучания. Это просто наголо выше. То есть без каких-либо особенных затрат в колонке искажения падают и очень хорошее звучание становится. Ну, если, конечно, изначально потенциал динамиков есть, а не какой-то футболистый. А потом вот уже то, что я сейчас делаю и продолжаю, это началось в 2012 году. Начинал с электростатов. Это забавно получилось. Сидел на работе, прочитывал Яндекс.Маркет, обзоры наушников, смотрю, вот, Staxx есть. А я знаю, что электростата Staxx это одни из лучших наушников в мире. И я говорю, посмотрите, что пишут о старшей модели. Смотрю, короче, написано. Бесспорно, это лучшая модель наушников на всем российском рынке. Электростаток у них только один. Это цена. Но так как аналогов нет, то фирма может себе позволить за них брать любые деньги. Вот, я подумал, блин, я тоже могу, я тоже хочу деньги зарабатывать там. Буду электростаты делать это же просто там. Просто мембрана двигается между двумя металлическими пластинками. Пусть я там не за 10 тысяч долларов наушники там. Пусть я за тысячу хотя бы буду продавать. Но я же могу это сделать. И я начал делать, потом построил это, я уже об этом говорил сейчас. Потом, пока ушел в динамике. Но или просто-то, я думаю, еще надо будет вернуться к ним. Потому что там тоже потенциал обалдеть. Вот такой вопрос. Вот данная колонка в своем исполнении, она как бы не имеет аналогов. То есть, ну, как-то изобрел. Примерно какие-то есть аналоги. Кстати, я не изобрел. Сразу скажу, это и не рогожник изобрел. Вот еще японские, американские фирмы, они лабиринтную схему строили в 70-е точно уже. Может быть, раньше. Я точно не знаю. Это давно известно и описано даже в учебниках литературы. Ну, низкочастотное оформление. Оно имеет свое преимущество. Ну, перед тем, что вот сейчас в основном на рынке фазоинвертора. Вот она точно совершенно превосходит. Есть закрытый ящик. Он, в принципе, более качественный. Но по энергии он в 2-3 раза уступает. Поэтому, то есть, динамика можно баса снять вот в этой штуке в 2-3 раза больше по давлению. Но качество немножко пониже. Ну, не значит, что плохое. Оно отличное. Но у закрытого ящика оно еще суперотлично. У правильного закрытого ящика это вот лучше. Ну, лучше только уже всякая экзотика. Типа OpenBuffler. Правильно сделано. Правильно. Это вот так, как я делаю. Вот. Так что тут изобретения, в принципе, нет. Мне часто говорят, ты запатентовал, запатентую, скопируют. А почему 15 лет любители строят это успешно? То есть, никто не говорит, я построил в Лидерин Прогожево, но вы знаете, что-то как-то не зашло. Как-то не играет. Такого я в интернете не встречал. А все, кто строили, все, ну, довольны. И прям вообще. Так что, почему тут изобретения здесь нет? Почему не строят бренды? Для меня загадка. Я не устаю повторять это. Потому что, в принципе, здесь по сравнению с фазоинвертором, 75, досочек стоит внутри. Все отничья. Рассчитайте, ну, фирма может рассчитать. Я смог, сможет и фирма, там, Sony, там, Technics, я не знаю, JBL. Ну, что-то вот они как-то не колышатся. Их устраивают, наверное. People have it, как бы. Ну, так было. С персональными компьютерами, там. Когда возник принес себе на работу, он был обязан все свои изобретения, прежде всего, передавать фирму. Если она их берет, то берет. Он обязан был отдавать все изобретения. Он принес персональный компьютер, которого Палагин, там, положил на стол. Там, у него посмотрели, как он идет, говорит, персональный компьютер, говорит, зачем это нужно, это никому не нужно, иди забирай, короче. Домой не падает, не пудри, могу. Ну, вот, потом, бац, и сегодня Apple, это фирма с капитализацией номер один, там. Кто-то говорит, что это дутая капитализация, а мне все равно, дутая или нет, это деньги живые. Вот, поэтому, я делаю то, что никто не делает. Ну, делают, ну, любители какие-то. А фирма, ну, не, ну, ПМЦ делает, но за 200 тысяч, там. Как бы, не сказать, что это, там, на 200 тысяч, там, играет. Ну, может, кому-то это играет на 200 тысяч, но вот это вот за 25 тысяч это переигрывает, якобы. Ну, не знаю. Мне кто-то говорит, что это бред все, что это не может переигрывать. Но, приходят аудиофилы, говорят, честный, хороший звук. Да, я послушал, мне понравилось. Так что. Все? Все. Больше не получилось. Прекрасно, все. Могу, больше не получилось.